Следующий, третий критерий — инновационность, уникальность проекта. Данный критерий состоит из того, что методика организации, ее деятельности должна быть значительно улучшена по сравнению с аналогичными проектами, которые реализовывала данная организация, либо другие организации в указанном регионе или в других регионах. Что есть такого нового в предложенном проекте, что значительно отличается со всем предыдущим опытом? Какие инновации, какие-то новые формы, какие-то интерактивные формы введены, которые значительно изменят ситуацию и улучшат ситуацию в той социальной среде, о которой мы говорим, и дадут улучшение для социальной группы. Где это искать? Наличие инновационных решений и новых практик, новых уникальных методик обычно у нас описывается непосредственно либо в кратком описании проекта. Но если у вас не хватает полей, мы предоставили возможность в пункт 7.1 добавлять полное описание проекта, где рассказывать о ваших инновационных решениях, новых формах работы, новых практиках, введении каких-то интерактивных практик. То есть мы предоставили возможность внести там. Но прошу вас сразу же, когда вы вносите момент инновации, при составлении календарного плана отражать и в календарном плане, что есть инновационные решения, проведение инновационных практик, чтобы это было видно. Если мы возьмем указанный проект, у нас краткое описание проекта, я его прямо зачитаю. Проект предполагает проведение ряда мероприятий по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию молодежи, посвященных себе стилетию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Массовое привлечение подрастающего поколения школьников, старших классов и студентов к волонтерской деятельности, ее теоретическому и практическому освоению. Планируется проведение занятий по теории и практике практической стрельбы, занятия по общей физической подготовке на площадке «Воркаут», а также организация проведения реконструкции боевых действий на площадке «Брянский фронт». Если считать, что это инновационный подход к тому, чтобы вернуться к исторической памяти, возможно, тогда нужно написать, что конкретно. Вот нужно было приложить, какие новации, какие интерактивные практики позволили бы школьникам и студентам лучше узнать историю своего края, лучше узнать имена тех, кто организовал партизанское движение на Брянщине, узнать имена тех командующих и тех войск, которые освобождали Брянщину. Если бы это было с использованием интерактивных практик сделано, как, например, в музее Сталинградской битвы, конечно, это привлекло бы внимание студентов и школьников, и они с удовольствием бы изучили это. Но в данном проекте ничего об этом не сказано, и в мероприятиях проекта ничего такого не приведено. Поэтому оценка максимальная, которую может очень добрый эксперт поставить, это единица, по факту ноль. Продолжение следует...